Всем привет! В этом видео мы разберем, почему ваш компьютер с операционной системой Windows может работать медленно и как это исправить. Я расскажу про 12 основных причин замедления и дам простые решения, которые помогут ускорить систему. Первая причина – слабое железо. Если у вас маломощный процессор, малооперативной памяти или старый жесткий диск, компьютер просто не справляется с нагрузкой. Например, если у вас 4 гигабайта оперативной памяти, то система может постоянно использовать файл подкачки, а это значительно замедляет работу. Лучший вариант – добавить больше оперативной памяти, например 8 или 16 гигабайт. А если операционная система установлена на старый жесткий диск HDD, то замена его на SSD даст колоссальный прирост скорости. Вторая причина – износ оборудования. Со временем даже хорошее железо начинает работать хуже. Жесткий диск может получить поврежденные сектора, а модули памяти начать сбоить. Это приводит к зависаниям, долгой загрузке и ошибкам. Чтобы проверить состояние диска, можно воспользоваться утилитой CheckDisk. Для этого откройте командную строку с правами администратора, нажмите Win-S, введите CMD, кликните правой кнопкой по командной строке и выберите запустить от имени администратора. Затем введите команду, которую видите на экране, где C – буква проверяемого диска и нажмите Enter. Если система запросит проверку при следующей перезагрузке, введите Y и нажмите Enter. После этого перезагрузите компьютер. Проверка начнется автоматически. Если диск изношен слишком сильно, стоит задуматься о его замене. На то, как проверить другие части компьютера, будут ссылки в описании. Третья причина – забитый диск. Когда на системном разделе остается мало места, Windows начинает работать медленнее. Особенно если свободно меньше 10-15% от общего объема. Все потому, что системе нужно пространство для временных файлов и кэша. Удаление дубликатов файлов, очистка кэша браузера, временных файлов и старых резервных копий поможет освободить место. Ссылка на видео о том, как это сделать, будет в описании. Четвертая причина – автозагрузка и фоновые процессы. Многие программы запускаются вместе с системой и работают в фоне, даже если вы ими не пользуетесь. Это может быть антивирус, облачное хранилище, мессенджеры и другие утилиты. Чтобы отключить ненужные программы, откройте диспетчер задач – Ctrl-Shift-Escape. Перейдите во вкладку автозагрузки и отключите все лишнее. Это ускорит запуск Windows, снизит нагрузку на процессор и память. Пятая причина – перегрев компьютера. Если процессор или видеокарта перегреваются, они автоматически снижают свою производительность, чтобы не выйти из строя. Это приводит к тормозам и зависаниям. Проверьте температуру компонентов с помощью AIDA64 или другой программы, которая показывает температуру компонентов ПК при нагрузке. Если температура выше 80 градусов, почистите систему охлаждения от пыли. Замените термопасту и улучшите вентиляцию в корпусе. Шестая причина – вирусы и вредоносные программы. Иногда компьютер тормозит из-за скрытых майнеров, рекламных вирусов и других нежелательных программ, которые нагружают систему. Если у вас часто появляются всплывающие окна, браузер ведет себя странно или компьютер греется без причины, проверьте систему на вирусы. Хорошим антивирусом или специальной утилитой, например Malwarebytes, которая поможет обнаружить и удалить вредоносное ПО. Седьмая причина – ошибки в Windows. Иногда после обновлений или длительной работы без перезагрузки система начинает глючить. Это может выражаться в долгом запуске программ, зависаниях и нестабильной работе. В таком случае поможет проверка и восстановление системных файлов с помощью команды sfx.probeo.slash.scannow в командной строке. Если проблема серьезная, можно откатить систему до более раннего состояния. Или даже выполнить чистую установку Windows. Восьмая причина – включенный режим энергосбережения. В этом режиме процессор и другие компоненты работают на пониженной мощности, что замедляет систему. Чтобы исправить это, откройте параметры электропитания и выберите режим оптимальной производительности. Девятая причина – устаревшие или конфликтующие драйверы. Если драйверы оборудования не обновлялись или установлены неправильно, это может вызвать тормоза. Откройте диспетчер устройств, проверьте состояние драйверов и обновите их через официальный сайт производителя. Также можете воспользоваться специальной программой Snappy Driver Installer, которая поможет без проблем установить свежие драйвера. Десятая причина – проблемы с интернет-соединением. Если компьютер зависает при загрузке страниц или работы онлайн-приложений, проблема может быть в медленном интернете. Проверьте скорость соединения, обновите драйвер сетевой карты и попробуйте использовать проводное подключение вместо Wi-Fi. Одиннадцатая причина – остаточные файлы старых обновлений. Чтобы их удалить, откройте параметры, система, память и запустите очистку диска. Двенадцатая причина – устаревшее железо. Если вы выполнили все предыдущие советы, но компьютер по-прежнему тормозит, проблема может быть в старом процессоре, видеокарте, оперативной памяти или даже жестком диске. Дело не только в частоте или качестве ядер. С годами появляются новые технологии, которые значительно ускоряют работу устройств. Современные программы, браузеры и игры все активнее используют аппаратное ускорение, многопоточность и оптимизированные инструкции, которых в старых комплектующих может просто не быть. Также старые жесткие диски работают гораздо медленнее современных SSD, а устаревшая оперативная память может ограничивать скорость обмена данными. Если вашему компьютеру более 7-10 лет, даже при хороших характеристиках, он может не справляться с актуальными задачами. В таком случае стоит задуматься о его обновлении или даже замене. Применив эти рекомендации, вы скорее всего сможете значительно повысить производительность вашего компьютера, так как мы рассмотрели самые распространенные причины торможения Windows. Конечно, могут быть и другие факторы, влияющие на работу системы, но рассмотренное поможет вам устранить наиболее распространенные проблемы. Если у вас возникли вопросы или какой-то совет оказался полезным, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Увидимся в следующих видео. Пока!